так продолжаем изучать гибернейт и в прошлом видео мы добавляли записи в таблице то есть добавляли записи в таблицу автомобили и добавляли записи в таблицу двигатели вот видите у нас оказалось три двигателя и два автомобиля смотрите у нас они ссылаются на двигатель 1 и 3 давайте вот этот лишний удалим отлично все 2 двигателя у нас нет так и в этом видео будем теперь получать данные из этих таблиц давайте я вот это закомментирую и напишу так это у нас был в прошлом урок 13 хорошо видно а это у нас будет весом 14 так и видим да что я не закомментировал сэшен где у нас открывается и закрывается транзакция значит смотрите давайте что сделаем будем получать данные и так что получить данные допустим о автомобиле то есть нам надо их куда-то хранить где-то хранить будем хранить кар 1 переменной вот в этой и что мы делаем пишем сэшен get помните такой метод мы изучали тут нам надо указать класс то есть это у нас будет кар кар класс и через запятую надо указать айди то есть первичный ключ у нас первичный ключ это айди не видим да у нас есть значение 1 и значение 3 давайте выберем значение 3 и и теперь выведем это на экран system out println кар запускаем так а я ошибся у нас кар один а я хочу вывести кар давайте это остановим запустим заново так вот это пока закроем и и и и есть итак видим у нас есть один select и причем видите тут еще происходит left join то есть таблица кар да у нас джойница вот кар таблица джойница с таблицей engine так и вот вводится информация о нашем автомобиле видимо это бмв так если посмотреть айди 3 бмв год 2022 и так далее и тому подобное скорость 248 и далее информация о двигателе так как двигатель это является наше поле то есть car engine равно не тут вот фигурных скобочках информация о двигателе то есть это 4500 и 1750 и 450 вот отлично также мы можем получить информацию не только об автомобиле об ее двигателе да там об любом другом поле то есть у нас есть метод вертод engine запускаем мы видим да вот информация только о двигателе причем как вы видите тут все равно происходит вот left join потому что мы двигатель получаем из нашего объекта автомобиль мы кстати его можем поменять то есть получать информацию чистого двигателя смотрим вот так engine engine равно сэшен тут уже указываем engine класс давайте , 1 так у нас тоже айди 1 есть у двигателя так и я пропустил слова нет не написал и теперь вот тут мы выводим чисто наш engine и тут уже никаких джойнов не будет происходить потому что мы обращаемся вот чисто классу engine 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 как вы помните не имеет никакой информации об автомобилях это однонаправленная связь вон direction по моему в английской литературе называется и вот видим до power 500 volume 2000 отлично так далее давайте вот это за комментируем давайте покажу вам шикар давайте пусть будет как два равно совершенно с помощью метода create 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 query помните да то есть мы можем получить from давайте от об автомобилях так from помните да это будет не один автомобиль а список автомобиля поэтому тут обязательно указываем лист который хранит себе данный типа кар лист импортируем называем cars так и теперь так это вот сэшен create query from вот наш таблица кар в давайте почем найдем по имени да да им равно вольво давайте укажем напоминаю в одинарных кавычках вольво и далее get results отлично и теперь уже это выведем на экран system out println cars тут для вас ничего новым быть не должно все это вы рассматривали и вот вся наша информация об автомобиле вольво вот выпуска color black да там скорость 137 135 7 ну информация об ее двигателе и так далее так и теперь то есть мы научились добавлять записи в таблицы научились извлекать записи из таблицы и давайте теперь рассмотрим как можно удалять записи из таблицы так что для этого сделаем давайте удалим автомобиль номер три то есть пишем кар кар это будет 3 равно сэшен точка гет пишем класс мой класс пишем кар . класс запятая как 3 автомобиль мы договорились удалять и далее пишем сэшен белит и помощи помещаем туда как 3 отлично давайте запустим так если вы только учитесь хибер ней туда или вообще джаве то напоминаю уроки надо не просто смотрите обязательно все повторять самому прописывать ручками даже если вы все это делали несколько раз так ладно в общем видите у нас тут сколько запросов тут сначала у нас выполнился select причем с джоином далее у нас обратите внимание выполнилось 2 длт сначала длт from cars а потом длт from engine и давайте посмотрим что у нас в таблицах осталось обновляю таблицу с автомобилем с автомобилем у нас удалился автомобиль среди 3 обновляю двигатели тоже удалился третий двигатель так как они были между собой связаны вот а теперь давайте попробуем удалить двигатель то есть это будет engine 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 3 назовем равно сэшен . это у нас будет engine класс запятая один вы смотрите у нас остался вот двигатель сайди единичка поэтому будем пробовать его удалиться и удалить пишем также сэшен делит engine 3 отлично теперь давайте запустим и посмотрим что произойдет в этот раз так если у вас в консоли не высвечиваются вот эти sql запросы напоминаю чтобы не высвечивались вам надо в конфигурационном файле вот это указать show sql true property show sql true ну и чтобы они в таком же виде выводились вот это можно формат sql тоже выставить так и смотрите что у нас тут получилось целая куча ошибок высветилась видим да и пишет can delete or update role потому что foreign key education dp но имеет constraint который ссылается вот на engine айди ссылается на поле айди в таблице engine вот и давайте посмотрим что в таблицах осталось у нас осталось все потому что это у нас в первом случае когда мы удаляли класс кар имел информацию об двигателе да то есть когда мы удаляли автомобиль удалялся и двигатель а класс наш двигатель не имеет информации об автомобиле поэтому он но не может удалить не автомобиль не двигатель принципе тут можете подробно почитать вот эти вот все ошибки кстати посмотрите это происходит вот в этой пятидесятой строке constrate violation exception так а на этом это видео будем заканчивать ставьте лайки подписывайтесь ну и также можете сами поэкспериментировать там разные варианты по удалять какие-то записи по добавлять и так далее и тому подобное на этом все всем пока